А вот расскажите про интуицию, поменялась интуиция, но слово поменялось, наверное, не сильно подходит, а раскрылась, может быть. Ну тут уже, наверное, я бы не сказала, что это прям интуиция, тут, наверное, такое чувствительность, она обострилась, то есть ты можешь чувствовать, что делает другой, иной человек, любой другой, ты чувствуешь его, ты чувствуешь какие-то, чувствуешь то, что происходит. В воздухе у тебя, и за счет вот этой чувствительности у тебя как бы складываются пазлы, и на первых моментах это кажется, что ты можешь предугадывать какие-то моменты, но это просто наш организм, наш мозг, он собирает эти пазлы, которые ты прочувствовал, услышал, увидел, почувствовал запах, почувствовал какие-то вкусы этого воздуха, то есть не продуктов, а вкус этого воздуха. У тебя он постепенно вот складывается вот в этот пазл, и у тебя такое ощущение, что ты на несколько минут, если ты задумаешься, то ты как будто предвидишь какие-то ситуации. Это есть. И если это можно назвать интуицией, то пусть это будут интуиции, но я, наверное, такой человек, что мне все нужно, чтобы объяснить. И я не делала марафоны до того момента, пока я не смогла как минимум самой себе объяснить, что происходит в нашем теле. И поэтому интуиция, как просто интуиция и что-то такое, каким-то завуалированным словом, для меня это не совсем приемлемо. И я четко понимаю, как это происходит, почему это происходит, как это пазл складывается. Да, ты можешь предвидеть некоторые ситуации, и это доступно абсолютно всем. Продолжение следует...